Так, через 2 минуты начну, даже побыстрее. Сейчас, на трассу выйдем. Связь, возможно, получше будет. Конечно, бесит то, что что-то со связью, в связи с этими снегопадами, что ли, я не знаю, или с чем-то еще. Ну, совсем плохо. Показывает 4G на телефоне, а смотришь потом, когда вот эти записи на YouTube, они постоянно что-то дергаются. В общем, короче, не катит, что называется. Ладно, сейчас, Вадим, привет. Привет. Хотел узнать, Вадим, куда едешь? Сейчас начинаются, ну, то круга, вот сейчас будет Мурманск, потом там ЦФО, там все так прочее. Будешь ли где-то? Я в Мурманске и в Липецке точно буду, 100%. Остальным еще пока не решилось. Ладно, так, все, сейчас начнем уже по ходу. По теме заявленного эфира. В качестве эпиграфа расскажу такую небольшую притчу, которую я, возможно, уже рассказывал не раз, ну, которая прямо реально работает. Однажды к одному мудрецу восточному подошел его ученик, ну, или, я не знаю, какой-то там адепт, мучение-соискатель, который решил поднаваться мудростью. И говорит, учитель, ну как, вот мне хочется знать, я хочу быть хорошим, жить правильно, но ведь отражение того, что я хороший, это то, как ко мне, говорит, относятся люди. Если ко мне относятся все люди хорошо, то я хороший. Что ты скажешь по этому поводу? Как мне быть? Ну, ты ему говоришь, слушай, ну ведь человек, к которому все, говорит, относятся хорошо, вернее, к которому все относятся плохо, это ни к чем на человека. Ну, учитель, я это и так понимаю. Не, подожди, ты не все прослушал. Человек, к которому относятся все хорошо, все хорошо, тоже ни к чем на человека. Да? Да. А как же так? А какой же человек тогда, ну, к чемный? Какой человек тогда достойный? Ну, говорит, на самом деле все просто. Человек, который действительно чего-то стоит, это какой человек? Которого надо, чтобы хорошие любили, а плохие ненавидели. Вот этот человек действительно чего-то стоит. Тот человек, который комфортный, да, то есть, которого любят все, ну, это действительно ни к чем. Вот если подумать так, то это действительно серьезно так и есть. Потому что такой конформист, он ведь человек без собственного мнения, без собственного лица, очень удобный для всех. Ну, все, собственно говоря, он никому не нужен. С ним может быть удобно, да, действительно, общаться там удобно, да, он поддерживает вашу точку зрения. Но вы от такого человека ничего никогда не подчеркнете. Это комфортность, это признак душевного такого гомосексуализма. Да. Вот. Человек, которого все ненавидят, ну, это тоже, действительно, смотрите, ну, правильно-то, да, плохие ненавидят, ладно. Но когда ненавидят хорошие, ну, это, конечно, субъективные все эти критерии, хорошие, плохие, тем не менее. Люди, которые живут по праведным императивам, то есть, ну, правильно живут, да, то есть, по императивам, которые большинство человечества признает за правильные, да, вот. Если они такого человека ненавидят, они ненавидят его прежде всего за то, что он не следует императивам таким. Ну, потому, конечно, они его ненавидят. Хотя ненависть не самое лучшее качество, но мы под ненавистью будем подразумевать, как бы, нелюбовь, признание его. Вот так уж. И тогда действительно получается, что хорошие должны любить, а плохие ненавидят, не любить. И тогда действительно все правильно. Человек живет так нужно. И вот в связи с этим возникает вопрос, а нужно ли добиваться признания от людей, которые... Ну, низкие люди. Всяких плебеев, подонков. Я плебею, разумеваю, ни в коем случае не тех людей, которые не добились в жизни высокого финансового и бы получивающего клипса, скорее всего, люмпен. То есть, маргиналы. Стоит ли добиваться признания? Вот я хочу сказать, что до недавнего времени я допускал ошибку большую. Я все-таки пытался, несмотря ни на что, ну, если не снискать какую-то там любовь, но точно признание. А потом я понял, что, смотрите, на самом деле, вот сейчас в некий дуализм будет, на самом деле ненависть, да, от люмпенов, это, в принципе, очень серьезное признание, на самом деле. То есть, это значит, что люди, ощущая свое ничтожество, пытаются каким-то образом насолить любым. А это значит, что я в них, к сожалению, попал. То есть, я явился для них не зеркалом, а неким кривым зеркалом, который их ничтожество, скажем так, отразило в полной мере. О чем это я говорю? Ну, то есть, когда люди завидовать начинают, они думают, что не завидуют, а на самом деле завидуют. Они следят за твоей жизнью, они не могут без тебя. То есть, они постоянно ждут от тебя какого-то внимания. Друг у друга ищут поддержки в том, чтобы тебя подцепить и хоть как-то вызвать на какой-то диалог, на что-то еще. Ну, в общем, это, с одной стороны, прикольно, но прикалываться над этим, с одной стороны, вот, тоже низко. Это интересно, смешно, но вот с точки зрения морали и этики, а сам собственной, это, конечно, удовольствие такое низменное. От него надо, скажем так, уходить, сам и стараться. Вот, ну, в общем, это значит, когда люди начинают себя таким образом самодевести, это значит, что в них просто попали. Попали, указав своим своим примером на то, чего у них реально нет. И нормальный человек бы, он, скорее всего, бы как отреагировал? Ведь есть же зависть разных типов. Первое, это когда человек завидует белой завистью, он говорит себе так. Я завидую, да, и хочу, чтобы у меня было то же самое. А есть черная зависть. Это когда человек завидует и говорит, да мне этому не надо ничего, лишь бы и у него этого не было. И поэтому все достоинства другого человека он пытается унизить, найти какие-то вещи, которые, значит, опорочат этого человека каким-то образом. Выдумывает прежде всего эти факты и вбрасывая постоянно их куда-то ищет поддержки у точно таких же люмпинов и маргиналов. И когда они объединяются в кучку, то возникает такой хейтерский конгломерат, который, ну, в каком-то замкнутом круге может действовать весьма эффективно. Расстраивает другое, что те люди, которые реально тебя поддерживают, не вступают в противоборство, хотя и на самом деле правильно делают абсолютно, с вот такими дурачками. Потому что начать противоборствовать им, это опуститься на тот же самый, значит, уровень. Начать с ними прямой диалог, отвечать на их прямые вопросы, которые непременно связаны не с какими-то, чтобы что-нибудь узнать, а именно с переходом на личность. То есть даже когда задаются вопросы, как к чему-нибудь относятся, это с той целью задается такими люмпинами, чтобы перейти в итоге на личность. Вот, чтобы в итоге поддеть. Вот это надо сепарировать на самом деле. Вот. И поэтому вот я что хочу сказать. Искать одобрение у таких людей ни в коем случае не нужно. Признание тоже, пытаться им что-то доказывать тоже. Но обращать внимание на их писанину и выпады в какой-то мере стоит. Знаете почему? Потому что часто их высказывания наводят на некие мысли, которые приводят к тому, что можно написать какую-то новую статью, выдать какой-то новый материал. То есть, когда начинаешь не то, чтобы задумываться, но безусловно, когда читаешь какой-то выпад, ты видишь, твой внутренний голос выступает оппонентом в этом самом деле вопросе. Если только он не совсем прямо на личность переходит, например, когда пишут люди чушь, не на какой факт пишут, предположим, а почему у вас там рост 167 сантиметров? Откуда это берется, вообще непонятно. Хотя, предположим, вот мой личный рост там 173 сантиметра. Непонятно, откуда эта информация взяла. И тут же другая эта куча всяких придурков начинает точно так же это самое. Да, а что же он такой маленький там? Блин, вот понимаете, во-первых, на самом деле мне совершенно по барабану. Маленький, не маленький. Пусть даже у меня было метр шестьдесят семь, словно говоря. А какое это значение вот имеет? Я вот никак не могу понять абсолютно, чтобы обсуждать это. Называют, предположим, там человеком толстым, когда я уже давным-давно не толстый. Ты был бы я толстый, а когда и толстый был, мой контент от этого не страдал совершенно. Вот понимаете, и вот я вот на это реагировал, прям реально, ну не то, что реагировал, но не возбухал. То есть у меня на самом деле выдержка и самовладание высокая. Меня это с вами смешило, я даже подтравивал так это конкретно. Но я просто понял, что в какой-то момент, что как я много времени трачу на... Времени трачу вот на рефлексии по этому поводу. Не столько даже на рефлексии, сколько даже на прочтение этих материалов, которые они пишут. Вот. А так как я рациональный по жизни человек, я понял, что делать этого не надо. Я решил с вами поделиться. Я не знаю, конечно, у кого-то из вас таких проблем может и не быть вообще. Но я вполне себе допускаю, что люди, которые становятся более или менее публичными в каком-то плане, даже в узких самокругах, как говорят, широко там известно в узких самокругах, они непременно становятся объектом того, чтобы появилась какая-то группа необрожелателей. Вот. Так, ну и выключить. Сейчас посмотрим, как это сделать. Всем привет еще раз. На чем остановился, не помню. Смазвонок был, пришлось его скинуть, потом перезвоню человеку. Вот. Время не тратить на это дело. Я говорю, что появляется такая, такие группы людей, которые вот себя подобным образом и ведут. И жалко тратить на них время. Можно, конечно, войти в такое состояние, когда там, ну, тупиваешься неким троллингом, но я говорю, что это низко. Когда, ну, я, конечно, прекрасно понимаю, что люди прямо, ну, ждут, как тебя подначили, ждут нового вброса. И каждый из них степ выражает не что иное, как некое, ну, самоуничижение. Вот так. То есть они пытаются сделать выпад в сторону того, что им якобы не нравится. Ну, оно им и не нравится, может быть, потому что у них-то этого нет. И вызывают сам черную заяцину. И вот разобличают саму твою ничтожество. И понимают, что ты снова и снова попал. А еще прикольнее всего, когда они начинают давать оценку тебе с точки зрения психологии, психиатрии, там, все такое прочее. Где-то надыбывают с интернета каких-то цитат, там, по типу, там, ну, ты играют в доктора Карлова, что называется. Вот. И главное дело, что они сами того не понимают, что они-то ищут то, что они пишут. Вот в самой вот прямой степени наслажает личность того, кто пишет. Личность того, кто пишет. Да, сейчас я рассказываю об этих людях, безусловно. Ну, бывает иногда, когда я это делаю. Я делаю это постоянно. Вот. Но вообще я в свое время услышал хорошие выражения, которые прямо, ну, реально отражаются в действительности. Если хочешь хорошо узнать сам человека, то слушай не столько и не только то, что он говорит о себе, а то, что он говорит о других. Вот даже в сторону своих хейтеров, абсолютного большинства, я никогда не выдавал никаких личных сентенций вообще. А уж тебе более гневных, если только подначить. Вот. Никогда не вызвался. Вот. Если интересно, какие перформансы, как я считаю, то это был поспорил. Вот. Ну, так вот. Давайте вернемся дальше к теме. Не хочу, на самом деле, чтобы это выглядело как некая самая... Правда, вернуться к теме по вопросу о том, надо ли искать одобрение всех остальных. Знаете, еще есть хороший фильм. Значит, Ларгвинч. Мне он очень сильно понравился. И там есть одно выражение. Ну, это две части. Вот я сам смотрел. Надеюсь, что третья будет. А может, она уже есть. Надо посмотреть. Вот. Выражение, что... То ли человек, так определяется значимостью человека, но определяется силой его врагов. Это тоже вот интересная понятия. Вернее, неправильно я сказал. Человек, у которого нет врагов, ничего не стоит. Вот так вот, примерно так это сказано было. Ну, конечно, сильные противники, сильные враги тебя делают несколько выше, да. Но и любые враги, они должны быть обязательно по жизни. Потому что если их нету, то, значит, опять же, человек является никчемным. Значит, только не любит, да. Вот так вот. Опять же, враги мы подразумеваем в кавычках. Не надо понять, что враг – это вот именно противник, с которым ты противоборствуешь там лично. Ну, может, ты даже про него можешь ничего не знать. Это некий завистник, некий человек, который просто своей завистью признает свое низшее положение и ваше доминирующее положение. Но в интернете как это выглядит? Пользуясь безнаказанностью в сети, вот, они пытаются это, значит, изливать самоди наружу, воспринимая это за силу. А терпение и воспитанность они, наоборот, воспринимают за слабость. Или пытаются всем другим доказать, что это так и есть. Вот, поэтому враги, хейтеры, тоже должны быть на самом деле. Обращать внимание, может, на них особо-то не стоит, но если их совсем нет, это тоже, наверное, не очень хорошо. Это тоже повод задуматься о достойном, понимаете. Это тоже опять где-то была интересная цитата, что любовь, ну, там реально про любовь говорится. Это такая вещь, дело случая. Вы совершили какой-то поступок, там что-то еще, или даже ничего не совершали, это предмет симпатии определенный. А вот ненависть настоящую и особенно зависть, это надо заслужить. Это надо заслужить. Вот, и, конечно, когда, вообще прикольно бывает, там люди, там уходишь, предположим, откуда-то там, с форума какого-нибудь, или тебя там самозабанили на неделю, а люди всю неделю только тебя там обсуждают в твоих самих темах. То есть они оттуда не вылазят, пишут, ну, когда же ждем, там постят фотографии хатика, как они там дожидаются. Ну, это же показатель. Они-то могут себе рассказывать сколь угодно много, что они-то ждут, чтобы потроллить еще. На самом деле нет, они просто уже подсажены, все. Им надо обязательно видеть что-то, им надо вот выплеск серотонина и так далее. Да и они даже в это время пока, там на форуме, предположим, бан, лазят в твои социальные сети, на YouTube, обсуждают там чего-то. Ой, ну, лишь бы их заметили, вот, вот, лишь бы заметили. Несчастные на самом деле, несчастные. Нет бы, ну, просто люди настолько слабы духом, что, не желая потерять лицо, не могут в какой-то момент просто переключиться и сказать, Михаил Юрьевич, ну, мы были неправы. На самом деле, ну, многие вещи нравятся нам, что вы делаете. Реально. Вот были толсты, стали худым. Постоянно прогрессируете в спорте. Хорошая семья у вас, там, все такое прочее. Я же на самом деле пытаюсь своим личным примером и своей семьей, как бы, доказать и показать и простимулировать. А люди, если это кому-то не надо, ну, ну, не надо просто никак на это реагировать, наверное, скорее всего. Если это не является интересным, нужно просто пропустить мимо себя. А если это является интересным, то, возможно, это способ для того, чтобы принять себе на вооружение какие-то моменты, что-то поинтересоваться, спросить, выяснить, как это произошло, почему, зачем. А не давать оценку со своей какой-то этой позиции, что раз, я не смог этого добиться. Ну, я говорю, это про хейтеров. То это, в принципе, невозможно, что это только потому, что вот тот или потому... То есть искать внешние какие-то причины, ну, от успеха другого человека. Как будто от самого, от этого человека ничего не зависело, а жизнь вот просто так сделала, что он раз, и вот это вот все у него есть. То есть, глупо, это признавать, значит, свое ничтожество полностью и ждать у моря погоды, скажем так, удачи. Ну, и они вечно будут их ждать. Ну, вот, жалко, конечно. Нет, я не скажу, что мне жалко хейтеров. Я говорю, жалко это такое, как бы, собирательное, как бы, тема. Жалко, что такие люди есть вообще, то есть множество несчастных людей. А как личности, вот, по отношению к этим людям, я их, конечно, не жалею. Я к ним испытываю, скорее, чувство, ну, презрения, да. Вот я смотрел недавно совсем эфир с Дмитрием Быковым. Ну, я с ним немножко не согласен в том, что он говорит про себя. Я сам злопамятный человек. Я, говорит, в себе культивирую, говорит, саму ненависть. Она, ну, позволяет мне, ну, я не помню прям досконально, как было сказано, но чувствовать себя живым и понимать, что я попадаю в людей, что называется. Вот. Потому что любой вот это, а у него тоже много хейтеров, любой хейтерский выпад, это просто доказательство лишний раз того, что ты все делаешь абсолютно правильно. Потому что, когда слабые духом люди, человека, который реально добился во многом больше, чем они, начинают что-то сомстебаться, ну, это просто показатель того, что ты попал. Вот прям реально. А попал в цель, что ты реально достиг того, что другие не достигают, и в связи с этим просто это капают между зубами сомжелчью из-за того, что они не в состоянии этого сделать. А ты сделал, и ты понимаешь, что ты, ну, можешь даже потешить немножко свое самолюбие, что ты достоин. А хуже всего, да, ну, но ненависть, мне кажется, это качество разрушающее, оно это деструктивное. Поэтому вот с Быковым я не согласен в том плане, что надо ненависть испытывать, потому что это чувство разрушает реально. Вот. Но испытывать какие-то чувства к ним, я говорю, ну, я испытываю к ним брезгливость и пренебрежение. То есть, поэтому я на вопросы, на их обычно не отвечаю, наличные. Просто читаю, безусловно, очень часто, да, но не отвечаю. Почему недостойный? Один написал мне тут в Ютубе, а правда ли, что вы считаете, что хейтеры с Валюту.ру, прям как реклама звучала, да, ну, недостойный, ну, мизинца. Ну, написал я там, дал ответ. Да, считаю, даже плевка недостойный. А уж тем более, чтобы отвечать на вопросы, ну, уж однозначно совершенно. Ну, недостойный, реально. Даже я считаю, что если конкретно, прямо персонально будут извинения принесены, там, кем-то там из них, нет. Однозначно, никаких извинений и сомнений не будет. Они только останутся, это недостойно. Это сто процентов. Почему? Объясню. Дело в том, что... Где-то звучала хорошая фраза, что человек это как асфальт. Он какой есть, такой есть. Как его положили, так и положили. И можно мелками всякими разными нарисовать на нем какие там угодно цветы. Можно разукрасить его, нарисовать солнышко, какую-то картину, и он будет самки красиво выглядеть. Но в какой-то момент идет дождь, который все это замоет, и опять будет тот же самый, скажем так, асфальт. И если он изначально говно, этот асфальт, да, то все так и будет. То же самое со снегом зимой, который покрывает все нечистоты, всю дрянь, а в итоге заканчивается тем, что... Как в том стишке, да? Как раз вот сейчас. Хоть в март, скажем, и пришел, трещит мороз. И под покровом снежным я нахожу кусок говна. Хотя, значит, искал подснежник. Вот, понимаете, искать подснежник, под снегом, к изменению, ну, извинений, то есть человек, ну, извинился, это он так, это, песочком или снежком беленьким присыпал свое ничтожество, свое это говно, что называется. И в связи с этим, что, начинать общаться нормально с ним? Да нет, ни в коем случае, конечно. Ребят, я вообще хочу сказать, что вот я не злопамятный человек, но я не прощаю людей. В том плане, что, по-моему, кто-то сказал, это тоже из актеров, из наших очень известных, Леонов, по-моему, покойный, Евгений Леонов, он сказал, что я не сержусь на людей, которые ведут себя мерзко. Я просто вычеркиваю их из своей жизни. Не помню, а кто-то другой, мне кажется, добавил, а может он сказал, что я могу с ними поздороваться при встрече даже, ну, соблюдая я некие правила приличия, но для меня они, в принципе, не существуют. Ну, это я же добавлю, это как мебель, как вот, ну, нету их, и все. Вот. Хотя, наблюдая за ними со стороны, можно наблюдать определенный общественный контингент, который позволяет складывать лучшие представления о людях, о разных социальных группах, о том, как ведут себя люди, собираясь в группы, вообще об обществе складывать какое-то впечатление, понимать, по каким принципам это все работает. Ну, вообще, конечно, уровень общения в интернете, в социальных сетях, очень снизился. Социальные сети получили большое развитие, а уровень общения стал очень низким. И особенно на форумах. В связи с этим огромное количество форумов, которые были раньше нормальные, позакрывались. Форумы стали носить больше исключительно развлекательных акций, а люди развлекаются тем, чему их учат по телевизору. Они развлекаются скандалами. То есть, они не развлекаются информацией, они не пытаются что-то отслеживать, оценивать, давать анализ, делиться собственным опытом, получать какой-то опыт. Они больше пытаются с друг дружкой сраться на прямом интернете, чувствуя определенного рода безнаказанность. И получают в этом какое-то такое наслаждение. в таком взаимном контролинге. Часто заходишь на какой-то ресурс, который тематически на форуме вынесена тема удары ногами. Я не знаю, какая конкретная узко-тематическая тема. Там из нескольких тысяч самстраниц, ну или сотен, которые в этой ветке находятся, об ударах ногами будет 2% написано. Остальное это взаимные засирания. Или, ну, обсуждение сторонних тем. Могут перейти на обсуждение не знаю, женщин там, после скамосудры или что-то там, ну, вообще. И вот, я просто представляю, заходит человек сторонний на форум туда за какими-то ответами. А форум он ведь индексируется. То есть, по запросу социальных на Яндексе может выдать, безусловно, потому что это релевантно, если там много сообщений в этой теме. Вот. Человек туда заходит и не находит толком ничего, что ему нужно. Но, если человек неподготовленный, да, психически, морально, он прочитает пару страниц, его затянуть может вот такой вот взаимный троллинг. В итоге он уже забывает, зачем он туда пришел и сидит, разбирая вот эту всю эту помойку, в итоге принимая, чью-то сторону не принимая, что-то ему кажется там остроумным, что-то нет. И заканчивается тем, что формируются какие-то кучки тех, кто ходит туда за скандалами. А люди, посетившие однажды это дело и не найдя, чего нужно, они могут уйти и не прийти, как говорится, больше специально, чтобы посмотреть какую-то тему. И в итоге получается очень много проходящих людей, но из-за их, наверное, посещения не могут и попасть и на хороший материал зачастую. И чтобы они попадали на хороший материал, таких он людям, если нужен, то приходится выкладывать достаточно сучастный материал, потому что после своего хорошего материала непременно будет куча флуда. Поэтому и приходится часто подписывать свои материалы несколько раз для того, чтобы люди, которые увидели комментарий человека, который понравился им, ну я сейчас говорю это про себя, вот, увидели подпись, заинтересовались, что это за человек и искали уже в поисковой системе форума именно по запросу там все сообщения там от Михаила Шива или такие-то, или такой-то темы сообщения Михаила Шива. И чтобы где это слово сочеталось, когда они присутствуют, они это дело видели. Вот. Вот таким вот образом приходится вести. Да, кстати, задали мне вопрос, почему я лайкаю свои сообщения собственные в социальных сетях. Нет. Поймите, друзья, это делается не с целью какого-то самолюбования и что значит мой один маленький лайк, если не популярен мой, предположим, там, это просто все такое прочее. Для чего я его ставлю? я ставлю его для того, я сделал самогепубликацию, например, в Инстаграме. Из Инстаграма автоматически репосты пошли на Фейсбук, ВКонтакт, в Одноклассники или, значит, еще куда-то. Иногда попали. Потом я захожу туда и вижу свой собственный этот самогепост, который, смотри, репостнулся из Инстаграма. Вот. И я его уже самогирепощу, если он, самогипотеме там, медицины в сообщество, которое называется Доктор Шилов. Если оно относится к боевым искусствам, то я его репощу в сообщество Боевые искусства. Если это по Макеваре касается, то в сообществе это Макевар. И для того, чтобы понять, что я его уже там работал, я его помечаю, чтобы он отличался. То есть, что я его это просмотрел. И я ставлю ему лайк. Я вижу, что я с ним, со своим уже постом, поработал. То есть, он у меня имеет самая репост туда, куда надо. И можно его уже не репостить. Если я захожу и вижу, что не репостнулся, значит, я его не обработал. Так, материалов я выкладываю много. Для меня единственный способ. Если можно было как-то по-другому это помечать, я бы другим способом это делал. Не лайкать, безусловно говоря. Вот единственная причина, по которой я ставлю своим видео какие-то, значит, обозначения, значит, см лайки. Вот так это дело выглядит. Так, так, подъезжаю. Друзья, мне, кстати, очень будет интересно, что вы по этому поводу думаете. Вот. А еще я хочу сказать, что я хочу начать, давно уже на самом деле хочу, но теперь я это сделаю точно совершенно. Я отработал эту технологию, ее попробовал, потестировал, вроде бы у меня все получается. технологию ведения стримов в прямом эфире. То есть, когда фактически это вебинары. Фактически это вебинары. Вот. Но там интересно, это что? Я вот пользоваться буду, значит, инструментами, которые предоставляют там эти платформы для ведения стримкастов. Почему? Потому что там очень удобно, можно сразу и видео транслировать одновременно с видеокамерой, и одновременно дофига втаскивать в экран различных изображений. Блин, здесь похоже интернет ерундовый. Судя по тому, как изображение не перемещается. Ну, может быть, хотя бы звук нормальный будет. Постараюсь меньше двигаться, чтобы обработка, то есть, изображение много не занимало ресурсов потока. Вот. Тогда звук может ничего будет. Позволяет втаскивать и картинки, и тексты, и ссылки, и переходы по сайтам. Ну, то есть, можно будет нормально все это делать. А главное, что там может быть обратная связь. Можно втащить туда окно скайпа, и люди, которые видят стрим, могут в прямом эфире фактически пообщаться даже вживую. Натуральный вебинар получается с элементом общения. Или написать какие-то самые вопросы. Потому что для этого дело все созрело. У меня катастрофически стало не хватать времени на то, чтобы отвечать на письма. Не обижайтесь, пожалуйста, на меня. Потому что реально не хватает. И, если честно сказать, может, это не очень хорошо это прозвучит для тех людей, которые любят мне писать. Не хочется мне отвечать руками на письма. Столько это времени занимает. Нет, вы, конечно, письма пишите. И на самые интересные вопросы я буду снимать какие-то видео или на них отвечать я в прямых эфирах. Если это какие-то личные вопросы, животрепещущие, которые требуют ответа, и они уникальны, тоже пишите. На них я вам отвечу лично, безусловно. Вот, обязательно. Но просто когда заваливают вопросами неконструктивными, там, по типу, я хочу похудеть, пишет человек, например. С чего начать? Ну, блин, это вот, понимаете сами, такой вот вопрос, это просто засада. Существует масса книг по диетологии, масса книг по тренировкам, масса книг по кардио-тренировкам. Зависит от того, каких вы хотите добиться целей. Я же не могу переписать эти все эти книги и все. А совет из двух-трех предложений ничего не даст. Может быть, кому-то нужно там ободряющее слово, и кому-то достаточно было бы, чтобы я там ответил, вы уже начали, если задались таким вопросом. Ну, понимаете сами, что это отмазка формальная, да, безусловно. Поэтому, когда человек уже конкретно определился в теме, и звучит вопрос таким образом, что, предположим, я решил похудеть. Спортом заниматься много не могу времени посвятить. Могу бегать два-три раза за неделю по полчаса. Понимаю, что мне нужно что-то поменять в диете. Значит, недавно прочитал про Буч, про белково-надуглеводные чередования. Как вы посоветуете самосочетать это с бегом? Делать безуглеводные дни в те дни, когда тренировка, или в те дни, когда тренировки беговой у меня нет? Вот это, понимаете, это уже предметный вопрос, на который можно довольно быстро и качественно дать ответ. Самый настоящий. Вот. А наобщее, это как в том анекдоте, когда доктор, у меня что-то болит, что вы мне можете посоветовать? Доктор может ответить только одно. Вероятно, вам нужно выпить какое-то лекарство. Ну, все. Больше никак не ответить, понимаете? Вот так вот, друзья мои. Давайте, вы можете здесь что-то написать, задать какой-то вопрос. А вообще, мне интересно, кто смотрит, сейчас еще не вышел из эфира, лайкните или поставьте там эти сердечки, если вас интересует тема стрима, ну, реально, если бы вы хотели поучаствовать со мной в стриме, чтобы я в социальных сетях выложил ссылку на страницу со стримом, и мы могли пообщаться с вами на самые разные темы, то есть, есть несколько профильных тем, по которым мое мнение для абсолютного большинства людей может явиться экспертным, то есть, это спортивная травматология, спортивное питание, коррекция фигуры, похудение, реабилитация после спортивных травм, профилактика осложнений, связанных с остеохондрозом, постановка удара, снарядная подготовка и укрепление ударных поверхностей, работа на макеваре, вот это те темы, которые я считаю, что я в них неплохо разбираюсь, потому что занимаюсь этим всю свою сознательную жизнь, ну, как сознательную, взрослую жизнь, начиная лет с 20, и темы я занимаюсь, этими темами я занимаюсь очень серьезно, а боевыми искусствами я занимаюсь с 13 лет, а мне в этом году, даже не помню, 43 года будет в этом году, с 13 лет, 30 лет, значит, боевыми искусствами занимаюсь, а спортом я занимаюсь гораздо более, чем 35 лет, вот так вот, блин, даже страшно представить, как много лет уже, вот так вот, некоторые люди прозанимаются боевыми искусствами два года, говорят, я два года ходил на бокс, да, в связи с этим вот, это по поводу хейтеров, блин, вот так и задаешься вопросом, а судьи кто, а судьи кто, выложат иногда свое видео, ну, без слез не взглянешь вообще, а ведь разбираются абсолютно во всем, пишут, что-то критикуют, а еще хуже, знаете, кто, еще хуже те, кто как узкий специалист, который подобен флюсу, вот, есть люди, которые реально разбираются в чем-то хорошо, например, смотри, фотографии, например, в графике, да, в растровой, там, умеют работать в графических редакторах, например, есть люди, которые, занимают места какие-то на каких-то соревнованиях, и с этой позиции, что они вот это вот умеют делать самим хорошо, они пытаются, понимая, что ни в чем другом они не имеют никаких достижений вообще, пытаются тех людей, которые вот в данном направлении хуже, чем они, считать какими-то недостигшими результатов, раз типа вот я чемпион по тэквондо, а ты не чемпион там по тэквондо, или уже не выступаешь, так сказать, сколько лет, то, во-первых, то, что ты когда-то занимал там места на Европе, это не имеет никакого значения, это все неправда, вот, а все остальное, все фигня, значит, и во всем остальном, так, нет, я, ребята, считаю, что самые-то как раз интересные люди, я всегда поддерживался этой концепцией, такой, это не те, которые в узком направлении добились чего-то прямо супер-пупер, а те, которые, палеотлон, что называется, те, которые многопрофильные, и пускай не становятся супер-пупер мастерами абсолютно во всем, вот, и уж тем более в чего-нибудь одном, но они реально достигают высокого уровня во всех отраслях, которыми вот они занимаются. В связи с этим я всегда восхищался, предположим, пятиборцами. Всегда. Я всегда считал, что мастер спорта по пятиборью, который в отдельной измельсисциплине не выполнит норматив мастера спорта ни в конкуре, ни в стрельбе, ни в кроссе, ни в фехтовании, не выполнит мастер спорт. Ну, он в уровне КМСника или даже первого разряда может оказаться, но в целом он гораздо круче, гораздо круче. Понимаете? А потом вот совсем давно пишут эти все бывшие и нынешние это чемпионы. Вот, я там чемпион, там супер-пупер был когда-то, ну и сейчас там тоже, но вот у меня мне грозит эндопротезирование тазобедренного сустава. А другой пишет, о, да, у меня уже это есть, там и все, я вот был. Понимаете, ребят, вот ваши все достижения в виде чемпионства, они сводятся все к нулю тем, что занимаясь спортом вы стали просто калеками. Понимаете, ваша бравада тем, что вы что-то добились, разбивается об айсберг, вашей некомпетенции, то есть вы занимались неправильно. Понимаете, спорт, даже профессиональный, не должен вести к инвалидности, не должен вести к инвалидности, должны заниматься правильно. С этим я приведу пример. Я говорю, я не супер профессиональный спортсмен, хотя я выступаю на соревнованиях, в прошлом году я занял на чемпионате России по карате в ката первое место среди ветеран. Я постоянно споррингую, тренируюсь очень много. Многих молодых заткнул за пояс по функциональной подготовке как два пальца об асфальт. Абсолютно большинство молодых, которым даже до 20, до 30 лет, они смотрят, как занимается моя группа старше, с кем я занимаюсь, ну серьезно, и просто офигевают. Они такую тренировку не выдержат никак, абсолютно. мои ребята, с кем я занимаюсь лично, все это дело делают. Понимаете, и это не приводит к износу их организма, у меня занимается. Они становятся только крепче, сильнее и выносливее на 100%. А почему? Потому что все правильно делается. Я занимаюсь проблемами профилактики спортивного травматизма и проблемами связанных с остеохондрозом. Я являюсь потребителем своих разработанных методов. У меня спину никогда не простреливают. У меня то там кольнуло, то там прострелило, то там еще чего-то. Ребята, у нас нагрузки больше, чем у вас и у нас ничего не простреливают. Кто лучше и кто правильнее занимается, как вы считаете? Мне на самом деле пофигу, как считаются хейтеры, которые напишут всякую муру, что лучше раз напиться свежей крови, чем 30 лет 15 падлю. это все одни слова. Только слова и все эти слова пустые. Надо тренироваться так, чтобы от этого была только польза. И тренироваться тяжело, сильно, прогрессировать, постоянно расти и при всем при этом не гробить свое здоровье. Вот и все. Поэтому, когда я вижу, что чемпионы начинают мериться блядьми своими, особенно бывшие чемпионы, которые да я, да голой жопой наезжали, когда-то, да вот раньше я мог, да я. Понимаете? Я понимаю, что все, кто моложе и кто спортом занимался в молодости, они раньше могли больше, чем сейчас. Но это нормально. Люди стареют и все такое проще. Но процесс этот можно крайне замедлить и уж здоровье не потерять. Точно может. В том числе и опорно-двигательная система. И когда такие люди хейтить начинают, ну, ну, не жалко их, нет. Ну, я говорю, с одной стороны, как бы жалко, что такие люди есть и что они пытаются влиять на систему мнений и самих других людей. А с другой стороны, они вызывают просто, ну, ну, пренебрежение и даже омерзение тем, когда они это хейтят. вот так вот. Ну, что, друзья, такой эфир у меня этот был личностный такой, да, то есть не абстрактный, а связанный непосредственно со мной. Ну, что ж, может, я для кого-то стал более как открытым после этого, более понятным. Кто-то понял, что я совсем не идеально и тоже у меня есть некие такие чувства, как в какой-то мере злодство может там и присутствовать, пренебрежение. да, есть. Я обычный в этом плане человек. Есть. Ну, это нормально. Ладно, друзья, все. А, кстати, забыл сказать еще. Сейчас у меня интересная тема началась. У меня в течение этого месяца должен скинуть почти 10 килограмм. Сделаю в ближайшее время фотографии. Ну, правда, уже 3 скинул. Даже почти 4. Это вот с первого числа сегодня какой у нас? Сегодня у нас 12, да, наверное? 12 сегодня число? Вот. Скинул больше 4 килограмм. Вот. Для конца месяца надо скинуть еще 5, то есть 6 килограмм. Вот так вот. Поэтому сейчас уже фотка уже не та будет, конечно. Но я вам покажу потом конечный результат обязательно. Ну, ладно. Всем пока. Пишите отзывы. Салют.